МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главная тема сегодняшнего выпуска. Гастарбайтеры или проблема? Рязанские полицейские проводят рейды по проверке условий пребывания иностранцев. В Рязани прошли предпраздничные встречи ветеранов Великой Отечественной. Демонстрация как форма массового выражения общественных настроений в Рязани. А теперь обо всем подробнее. Рязанцы направляют все больше заявлений в полицию в связи с поведением гастарбайтеров, нелегалов и прочих, как нам неоднократно заявляли доморощенные экономисты, необходимых для развития страны привлеченных рабочих. Российские города с некоторых пор имеют смуглый цвет лица и тревожный вид. Приезжие везде, ходят они чаще всего группами, чего от них ожидать, предсказать невозможно. А порой невозможно даже представить. Так в октябре прошлого года, как выяснили следователи, житель Узбекистана в Рязани на дачной улице изнасиловал парализованную старушку. Уму, как говорится, непостижимо. У бабушки также спрашивалось о том, были ли какие-либо намеки со стороны данного молодого человека в ее адрес на совершение с ним какого-либо полового акта. На что она отвечала, что нет, ничего не было. Он первый раз вот к ней подошел, спонтанно все произошло. Все привезенные экспертизы показали, что насильник пребывает в здравом уме, и никаких отклонений у него нет. Это как же понимать, нет отклонений? Это значит, нормальный, вполне адекватный человек совершил дичайшие преступления. Кстати, парализованная бабуля через месяц скончалась. Сейчас гости нашего города ожидают суд. Ввиду того, что количество жалоб на поведение приезжих с юга растет в заметной прогрессии, полицейские участили проведение профилактических рейдов по условиям пребывания в регионе иностранцев. Жалобы от рязанцев поступают и одиночные, и коллективные. Долгое время проблемы официально старались обходить стороной, однако сейчас даже государственники заявляют и количество, и образ жизни, и поведение приезжих переходят все границы. Россия как дойная корова для зарабатывания денег и страна, где возможно творить все, что угодно. По всей видимости, именно так позиционируют наше отечество многие так называемые гости. В ходе рейдов полицейские проверяют у гастарбайтеров наличие необходимых документов на пребывание в нашей области. Подобные рейды проводятся и будут проводиться регулярно в целях обеспечения правопорядка на обслуживаемой территории. В этот раз мы уделили большое внимание территории, прилегающей к городской свалке. Не секрет, что рядом расположены садовые товарищества, и в последнее время участились жалобы от владельцев участков о том, что иностранные граждане, в том числе и работающие на городской свалке, в вечернее время в состоянии алкогольного пьянения заходят на территорию садовых товариществ. Не всегда эти посещения носят чисто ознакомительный характер. Зафиксированы случаи повреждения имущества дачников, хищения изделий из металла и проникновения в садовые домики. Напомним, в областном управлении полиции работает круглосуточный телефон доверия. По номеру 21-6307 рязанцы могут сообщать о различных правонарушениях, в том числе со стороны приезжих. Напомним, в этом апреле на пресс-конференции начальника столичного управления Федеральной миграционной службы Ольги Кирилловой прозвучали данные о том, что с января этого года в Москве значительно выросла преступность мигрантов. По официальной статистике число криминальных эпизодов с участием иностранцев увеличилось за этот период примерно на 40%. Это очень много. Даже высокопоставленная чиновница признала, цитируем, «похвастаться в этом году нечем». Конец цитаты. Теперь к другим темам. Сегодня в Рязани перед Днем Победы прошли предпраздничные встречи и митинги. О них в специальном репортаже Глеба Галушкина. В канун Дня Победы ветераны военно-морского флота возложили цветы к мемориалу героям-морякам. Здесь, в парке морской славы, участники церемонии почтили память погибших товарищей в сражениях Великой Отечественной войны минутой молчания. На встречу с ветеранами пришли ребята из конечевских школ и детских садов. Офицеры ВМФ это мероприятие традиционно проводят для молодежи. «Это была страшная, жестокая война, и об этом должны помнить наши поколения». После возложения цветов для ребят исполнили несколько песен о российском флоте. Далее ветераны ВМФ отправились в центр города, на площадь имени Василия Маргелова. Здесь, в сквере перед Рязанским десантным училищем, собрались как действующие офицеры, так и ветераны ВДВ, чтобы поучаствовать в торжественной церемонии открытия памятника основателю крылатой пехоты, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Маргелов – это наше знамя, это наша честь и совесть. И когда мы переговорили, одно из тех дел, которые высказала пожелание семья, это в нашей альмаматор в Рязанском училище установить памятник Маргелова. На церемонию открытия прибыли и родственники легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. По их словам, работа скульптора Бориса Горбунова им понравилась. Этот памятник наверняка из тех пятидесяти входит в пятерку самых лучших. Еще раз огромное спасибо. Удачи. Те семьи. Говоря о прошедших государственных праздниках, надо отметить, что Первомай в этом году в каком-то смысле адаптировался к современности. На смену торжественно мрачноватым митингам и демонстрациям 90-х, непонятном шествии начала 2000-х, приходят нарядные и даже веселые шествия колонн, предприятий, фирм и, конечно же, политических партий. Настроение тоже скорее у них празднично-шашлычное, чем напряженное. Таков уж народный характер. Надоело и слушать, и выкрикивать лозунги, кричать правильно, долой, на слом и так далее. Конечно, до карнавального шествия Первомая далеко, да и не надо ему туда-то. Но народ идет нарядный, радостный, праздничный. Свою колонну вывели на Первомайское шествие рязанские либерал-демократы. От политических лозунгов жириновцы в этот раз отказались. Праздник, дескать, вот и давайте праздновать. Рассказывает Оксана Тебенихина. Мир, труд, май. День труда и начало самого теплого весеннего месяца ознаменовался в Рязани массовым шествием с площади Победы до Ленина. В праздничной демонстрации в Рязани была и колонна либерал-демократической партии. ЛДПР никогда не пропускает подобные мероприятия, потому что мы себя считаем неотъемлемой частью общества. Потому что в нашей партии представлены в основном трудовые люди. Люди, которые знают, что нужно делать для того, чтобы обеспечить страну и свою семью достойным будущим. И вот этих людей мы сегодня сплотили. Никакой политики, только отдых и полное погружение в атмосферу народного праздника. У нас в завершении митинга будет каждому рязанцу бесплатное мороженое, розыгрыш призов от ЛДПР. Поэтому будет интересно. Будет действительно не политизированное мероприятие, а праздничное, чтобы люди чувствовали праздник. Потому что эту традицию необходимо возрождать, чтобы все 1 мая собирались на праздник. И потом майские праздники, выходные, дача. Но 1 мая надо показать всем, что мы есть, что мы будем всегда вместе с рязанцами. В день труда вся страна отдыхает. Вот такой отечественный парадокс. Но согласитесь, не каждый день на улицу выходит многотысячная общность сплоченного праздником народа. Как-то радостно от этого становится на душе. Сегодня стало известно, что ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, получат персональные поздравления ко дню победы от президента Российской Федерации. Ветеранам почтальоны должны вручить поздравления президента лично в руки. При этом сообщает пресс-служба Почты России, если кто-то из ветеранов не сможет получить письмо в запланированные сроки, поздравление в течение месяца будет храниться в почтовом отделении, чтобы дождаться возможности вручения получателю. Всего поздравления с Днем Победы в эти дни получат 38 тысяч ветеранов, проживающих в Рязанской области. К сожалению, у нас есть данные о том, что поздравительные конверты уже просто одиноко стоят на почтовых ящиках. Вы, гескать, заметите, заберите. А у нас других дел хватает. Возможно, это единичный случай. Хорошо бы, если бы так. Между тем, на днях разгорелся скандал вокруг событий в Мурманске, где ветеранам Великой Отечественной войны пришли письма с напоминанием о том, что их похоронят за счет государства. Такие послания были разосланы от местного филиала военно-мемориальной компании. Сами ветераны, их родные и близкие сочли такое, с позволения сказать, извещение о последних льготах по меньшей мере предельно бестактным. Мурманские военно-мемориальщики объяснили свои действия просто, дескать, обычные напоминания. А рассылались они заранее, просто доставлены были с задержкой. Так что все ответственные люди, все исполнительные работники, какие бы должности вы не занимали, какие бы зарплаты не получали, проявите уважение к старикам, которые в годы своей юности защитили нас, еще нерожденных, от уничтожения и рабства. Проявите уважение хотя бы к ним, потому что мы-то ко всему привыкли. Если что, сможем, как умеем защитить свои права. Но их, последних оставшихся в живых героев эпохи, поберегите. На сегодня все. До встречи завтра, как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова